Тайный герценист Тайный герценист Тайный герценист Тайный герценист Тайный герценист что, значит, Евангелие с жизнью, и переделывал его в соответствии с природой людей. И вот эта природа людей – это тот, чем занимался Александр Иванович Герцог, несомненно. Хотя Герцог, конечно, ни с другим духом, ни с другим витами не думал. А вот Достоевский мог додуматься и связать эту идею с вот этими рассуждениями Александра Ивановича Герцога. Я должен сказать, что Александр Иванович, действительно, здесь отмечено было, распадается как бы на два этапа. Но в действительности это все условно будет. Герцог – европейский мыслитель и русский одновременно. Это все органично сливается. Хотя, надо сказать, что Герцог надо рассматривать в мировой философской мысли, несомненно. Потому что он печатался в Европе. Вот если мы возьмем его статьи, допустим, с того берега, он пишет, что эти статьи были… Они все печатались в Германии и во Франции. И вызывали большой отклик среди людей мыслящих, думающих, среди политических и философствующих деятелей того периода. И вот даже французское правительство изъяло весь террас, 40 тысяч. Это не про это он-то. 40 тысяч изъяло за то, что Герцог там уравнял палача, солдата с палачом. Плазвичевший солдата, который расстреливал народ, он уравнял с палачом. И этого было основание для того, чтобы цензура изъяла этот огромный террас. То есть Герцог, несомненно, говорил не только с русскими людьми, он говорил и с европейцами. И мыслен на уровне универсального человека, а не исключительно русского мыслителя, русского исключения европейского и так далее. Ну и естественно, что отношение к европейским мыслителям тоже было определённым. Нет, оно не простое. Прямо нельзя сказать, что вот он ученик того, а вот последователь того, за исключением Гекеля и русок. А остальные все это. Но косвенное влияние, косвенные связи есть. И надо сказать, что Герцог включался вот в этот духовный мир. И поэтому созвучие Герцога многим таташим модным философским идеям чувствуется и видно непосредственно. И в реале Бултон был, возможно, новатором. То есть европейские учёные-философы считали Герцога и воспринимали его как своё. И спорили с ним. Его статьи вызывали большие дискуссии. И, естественно, учились у него в эту степень, воспринимали его идеи. Теперь я вот о своей проблеме философии и истории. Я считаю, что это для Герцога центральная проблема. И в ней проявился вот вся динамика его развития, все переходы его и так далее вопросу философии и истории. Я опираюсь на работу, одну из центральных работ Герцога – это статей «Стого берега». Герцог начал её с цитаты Николая Михайловича Карамзина, из записок русского путешественника, где Карамзин фиксирует то, что надежды на успешное завершение века просвещения, к сожалению, оказались несостоятельными. Та революция, которая обещала очень многое, французская революция 789 года закончилась чем? Ко времени приезда Карамзина во Францию. Закончилась по меньшей мере гильотинами, массовыми грязнями, диктатурами и так далее. Естественно, что это не вызывает восторга у Карамзина. И Карамзина, Герцог его читирует, говорит, что мезософы сейчас торжествуют. Вот, да погибнет философия. Вот что она говорила. Сплошная ошибка, сплошная ложь. А на улицах мы видим правопролитие. Отсюда вывод? Уже ли род человечества доходил в наши времена до ранней степени возможного просвещения и должен снова погрузиться в барбарство? Вот такая вот история. А затем снова выходить из этого состояния? Сизифов труд. Печальный образ. Древние царства разрушались. Народы исчезали. Из праха рождались новые царства и новые племена. Развали супра и младенчествовали. Учились, славили. И опять исчезали. Это было до Египта. Вот. Египет, затем, значит, просвещение соединяется с греческим. Римляне учились и сели в великой школе. А с чем закончил Рим? Опять, да, на смену Риму пришло варварство. Среди феол. Снова, вот, затем снова просвещение, радостная утопическая надежда, ожидания. И опять что? Опять Европа оказалась вот на грани смерти, на грани атастрофы. И вот возникает вопрос, на что жить мне, тебе и всем? На что жизнь нам дана? Если все напоминает беличье колесо. И его воспроизводится в трактовке Карамзина. Но особенно с луцких мыслителей очень часто заключалось в том, что они его не читали. Они на своей шкуре все это испытывали. То есть они наблюдали, смотрели, изучали и делали соответствующие выводы. И Герцен говорит, вот смотрите, русский человек отличается особо проницательным взглядом. Потому что он все на своей шкуре испытывает. Да. Ну а теперь вот рассуждение Герцена относительно сущности истории, философии истории и так далее. Это представлено в частности в работе вот с того перега. В рассуждениях или в диалоге между идеалистом и реалистом. Вот здесь был разговор о том, что он там все-то соединил. Профи Герцена и реалист. Герцен реалист. И все это соединили. Это реалистическое трактовое философское процессе, историческое процессе и так далее. И вот идет диалог. Спор фактически идеалиста Галахова. Ну в лице идеалиста Галахова представлен друг Герцена. А в лице реалиста сам Герцен. О чем говорит идеалист? Идеалист говорит, я не хочу перестать ни сердиться, ни страдать. Это человеческое право. Мое страдание, мой протест. Я не хочу мириться с этим, что существует здесь вот в мире. Я не хочу мириться. Я много размышлял о своих требованиях. Последневный скорбь вызывает самые ужасные картины действительности. И поэтому то, что вы удаляете с этого вопроса, гарантиризует то, что вы имеете холодное сердце. Идеалист рассуждает дальше. Беда в том, что мы, забегая далеко вперед, народы за ней не споспевают, отстают от своих учителей. Возьмем наше время. Наше время. Нам больно сознаться, что мы живем в мире, выжившем из ума, дряхлом, истощенном, которое явным образом не создаёт силы и поведение, чтобы подняться на высоту собственной мысли. И в то же время нам жаль старый мир. Вот я русской философией давно занимаюсь. И я вам скажу, что вот галаховскими устами, вот этими идеалистическими устами, говорит идеалист 30-40-х годов. Нам жаль этот старый мир. Мы страдаем о нём. Мы мучаемся. Мы страдаем, но нам не его жаль. Мы страдаем о нём. Мы к нему привыкли. Мы носим платье, правда, шитое не по нашей мерке, а по мерке наших прадедов. Мост в нас образовался под влиянием предшествующих обстоятельств. Но надо сказать, что мир страдает, но люди добились некоторых материальных и прочих удобств, добились некоторых свобод и успокоились. И больше они не хотят другого. Не хотят другого. Обжились в этом мире. И мысль в этих условиях ещё более, значит, ниже опустилась и более ослабла. Отсюда нет надежды, что новый мир будет строиться по нашему идеальному плану и так далее и тому подобное. Это страдание идеалиста. Это страдание хорошего человека. Прекрасного человека. Желающего добра всем. Но, к сожалению, идеалиста. Диорианца в данном случае со всеобщим, который он держит вот так, и ужаль это всеобщим. Он этим всеобщим хочет всё сделать. Где в самом деле продолжал идеалист наше призвание? Где наше знамя? Вот что мы верим? Вот что не верим? Ваш дух отрицания, который вы, товарищ Герцин, проповедуете, он вырывает веки нового мира, который мы вбиваем. Вы всё разрушаете, вы разрушаете по стилю, не предлагая ничего взамен. Не предлагая ничего взамен. Ну и вывод идеалиста. Ой, стало быть, наша мысль действительно привела нас к несбыточным надеждам. Вот. Нелепым ожиданием. И мы захвачены волной на корабле, который тонет. Что на это отвечает реалист? Реалист отвечает на это, что ему нужна прежде всего истина. Несмотря на то, как она говорит. Вот эта истина ему нужна. Далее. Если вы говорите, что не можете перестать страдать, то вы просто не можете принять истину. Вы вперёд отрекаетесь от логики. Вы субъективны. Субъективно отрекается от логики. Имеется в виду логики жизни, реальной логики, а не логики формальной, или логики даже диалектической. Это страдание, остаться в разрыве с миром, это безна суетности, это театральность. Страдать хорошо, благородно. Но сверхсуетности тут безна трусости. Страдание утешает и мешает углубиться в себя, в жизнь. Вот Достоевский. Записок из-под поля. Непосредственно это всё оттуда. Мы играем в карты, чтобы лишь бы забыть дело. Наша жизнь постоянно бесствует себя. Бесствует себя. Точно. Изна совести преследует нас. Пугает нас. Человек раздается, речит. После этого он рассеивается везде. Он затем развивается, дружится, женится. Если же это у него не получается, он спивается и прочее, прочее. Но он что? Он боится жизни. Бесств от себя. Достоевский. Бесств от себя. В этой боязни исследовать. Чтобы не увидеть вздор исследуемого, мы проходим по жизни с просонья и умираем в чаду нелепости и пустяков, не пришедшие путём в себя. Не жалко ли бояться правды исследования? Положим, что много мечтаний поблядят. Будут не легче, а тяжелее. Всё же нравственно, достойно, мужественно, нелепятица. Надо смотреть друг на друга, на природу. Вы же ждали совсем не то, что она вам дала. Вы не отдуете на неё. Это негодование, конечно, хорошо. Это залог вашей будущей возможности. Но это пребывание в этом, значит, негодовании, оно, говоря современным языком, не конструктивно. Мы живём во время большой и трудной агонии. Это достаточно объясняет нашу тоску. Да и причастники, жившие в условиях гнёта, воспитали в нас грусть и боязньное томление. Поэтому наш ум нездоровал. От отличного мистицизма он перешёл в идеализм и сохранил боязнь всего естественного. Здесь существует угрызение обманутой совести. Притязание на невозможный блага. Наш ум остался при разладе жизни. При романтической доспехе. Он воспитал себя в страдании и разорванности. Воспитание нас обманет прежде, нежели мы научились понимать. Сколько ещё минут? И две минуты. Две. Прекрасно. Ну, господа, я введу то, что остаётся две минуты, я только могу тезисно теперь сказать. Значит, мы разрушители старого мира. Далее. Хотя мы разрушаем старый мир, но тем не менее мы не можем включиться в этот мир, в его политику. Всевозможные, значит, республикации, демократы, права, всё этого мира, это попытка сохранить этот мир от гибели. Это не разрушение для построения нового, а это попытка задержать разложение, смерть этого мира. Раб тонет. Что делать? А вот что делать. По крайней мере, надо уходить в внутреннюю эмиграцию. То есть необходимо ультимировать личность, себя. Себя. Необходимо развивать личное начало. Персонализм наш русский. Вот врождённое личное начало. Прежде всего, начало личное. И вот личность, вот эти новые люди, это на них остаётся надежда. Оставьте мир, которому вы не принадлежите, и занимайтесь собой. Да. Кто прав, теория или факт? Персон говорит, ни то, ни другое. Теория права по-своему, факт по-своему. Достоевский, остаюсь при факте. Вопрос о гибели цивилизации. Ничего страшного. Ну, гибнет цивилизация. Новая будет. А вообще цивилизации не гибнут, говорит Герсон. Они переходят. Они воспринимаются по следующим цивилизациям. И мы сейчас, мы сейчас питаемся цивилизацией Древнего Рима, в том числе. Который себе эту цивилизацию, к сожалению, не реализовал. Не реализовал. Наша цель истории. Цель нас. Мы сами и в живущих поколениях. Не там где-то, там где-то цели наших, вдалек, бесконечных. А мы сами являются целью истории, целью природы. Далее, прогресс. Вопрос, связывающий нити прогресса и так далее. Прогресс прекрасно. Это, естественно, состояние сознания и человечество общества. Но, с другой стороны, цена прогресса. Вот тот вопрос Берлистова. Потом Лавров целую книжку на эту тему пишет. Цена прогресса. Вот эти все поколения, страдающие во имя будущего, это все нелепость. Это все выдумки философов для того, чтобы оправдать соответствующий старый мир. То есть, каждое поколение живет своей жизнью. Своей жизнью. И имеет собственную ценность. Ценность. Вот это поколение. Это единогласие полное с Берлинским письмом. Вот, ну, где он восставал против Гегеля. Ну, я в конце истории. История может кончиться, а музыка возникнут новой. А таким образом, не политическими попытками подритушировать старый мир по Дерсону, а попытками решить проблему по-новому. Общественную проблему. Таким образом. И вот тут я заканчиваю. Я скажу следующее. Что Герцен, у нас современие, Герцен высказывает ту мысль, что они политическими, различного рода вот этими внутри существующей системы, вопросами, то есть решениями, никогда проблем не разрешить. Главный вопрос для всех политических, культурных, исторических, просто социальных. Социальных. Если мы возьмем историю современной Европы, примерно, то мы видим, что наиболее развитые государства и наиболее продвинутые партии на своем знамени что пишут? Не социализм, а социальность. Они решают, создают социальное государство, разрешая, или социальное организованное общество, которое, вот у Сердцева Птиц был близо социал-демократии современным, если бы его, вот как бы говорить, прожить современность. То есть социальное решение общественно-историчного вопроса общества, основанное на социальных началах, которые включают права человека, право в самом различном, свободу, демократию и все соответствующие условия для того, чтобы это социальное общество, гарантии социальные, чтобы все это было немножко сбивчиво можете, закончил, дефицит времени не позволил мне более логично, более, может быть, обстоятельно все это доказать. Спасибо, Виталий Сергеевич. Очень интересно. Я скромно меняю, но, вау, сразу, сразу. Где же пессимизм исторический? А вот исторический пессимизм относительно вот того, о чем вы говорите, то есть относительно философии истории. Философия истории – это, конечно, вещь чисто идеалистическая. И Герцена, мы условно называем философию истории, но в действительности, в действительности, в действительности, эта история не имеет кредита по той причине, что она толкует о слишком отвлеченных, о слишком далеких от жизни реальных поколений вопросов. Да, она выдвигает идеалы, она создает процесс идеальный, исторический, но природа и история имеют собственную эмбриогению, то есть то, что мы бы назвали объективной логикой процесса. Ну, я тут еще, Сан-Сан, смотришь нам на секундочку? Здорово. Герцен вышел на вот эту философию исторической проблемы и сделал их, я убежден, основными, по крайней мере, в заграничный период своей жизни, он бы, как бы, близо нашей современной мысли, мировой мысли, ведь если мы посмотрим сейчас на мировую философскую мысль, она, пройдя через многие этапы развития, различные проблемы, языки, чем она не улеталась, она выходит на философскую историческую проблематику, которую, которая преседула и культуру. Если мы там читаем Шпеннера, Ольга, Шмита или прочее, мы видим, что вот Герцен в этом плане интуитивно возможно, да нет, не интуитивно, на основе своего опыта нащупывал вот эти головальные перспективные проблемы философской мысли, в частности. Вот. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok